Всем привет! Это программа на спорте и мы на Мамае! И я здесь одна просто поехать не решила сюда! Как тебя сюда одну отправишь? Такая красота! Ну просто самому захотела сюда поехать, даже несмотря на то, что здесь холодно. Мы сюда приехали, минус 30 за окном, одели просто на себя несколько слоев одежды, вот и горнолыжка, и куртка. Все здесь, чтобы показать вам все самое интересное. Несмотря на то, что здесь нет ни склонов, ни подъемников, здесь просто толпы туристов и спортсменов. А вот что их манит, мы прямо сейчас вам и покажем. Поехали! Мамай Мамай – это часть хребта Хамардабан в Кабанском районе. И самое известное место для занятий скайт-туром и фрирайдом в Бурятии. Бескрайние просторы, не тронутые человеком природы. Всего в 20 километрах от села Выдрина. Это экстремальные склоны, которые десятилетиями создавала природа. Здесь люди проверяют свой характер, силу воли и выносливость. Тут находят единомышленников и друзей. Все маршруты на Мамай начинаются задолго до рассвета. Добираться можно по-разному – на личном авто или совместно с туристической группой. Последний вариант – в среднем будет стоить около 4 тысяч рублей без учета питания. Мы отправились с сотрудниками МЧС. В преддверии праздников спасатели ежегодно проверяют популярное место отдыха. В снегоходах мы останавливаемся, чтобы проверить технику, спросить, как дела у пассажиров, не замерзли ли они. Мы двигаемся дальше. А если замерзли? Замерзли, достаем, пьем чай. О, ясно. Вообще кайфово. Кататься – это круто. Мне еще нравится то, что вид здесь шикарный просто, ребята. Ради только вида, который… Это вообще прикольно. Доброе утро, мамай. Здравствуйте. Приехали. Здравствуйте. Приехали. А все, да, участники? Почти. Там один у нас немножко остался. Все, проходите греться, чай пить. Ну и так уже заэкстрималили. Минут 27, минут с утра. Ну и мороз нам привезли в Суламуды. Сергей Климов – президент Федерации экстремальных видов спорта Бурятии. Байкальский экстрим. Создатель учебного центра «Горный патруль». Основатель и руководитель добровольческого спасательного отряда на горе Мамай. Хижину горного патруля знает каждый турист с виду. Обычные домики на самом деле спасательный пункт. Проект фонда президентки грантов реализовала Федерация экстремальных видов спорта «Байкальский экстрим». Основная цель – обеспечение безопасности всем посетителям ущелья. И работа тут кипит круглый год в круглосуточном режиме. Отопление печное, электричество из дизельного генератора. Сергей с сыном Максимом регистрируют группы, которые отправляются покорять Мамай. Они тут уже 21 сезон. Каждому дают свой позывной. А данные о спортсменах, экстремалах и путешественниках вносят в базу. В данный момент регистрировалась группа из Перми. Пять человек. Вот они ходят на волне на своей 434-050. Сказали, где они живут. И сказали маршрут на Кедрову. То есть, соответственно, мы теперь их отслеживаем. И в конце дня, после катания, они снимутся с учета. И мы будем спокойны за них. У каждой группы должна быть с собой рация. Другой связи здесь нет. А еще лавинное снаряжение, специальные датчики, термос с горячим чаем и перекус. Если вдруг поступает сигнал бедствия, патруль выдвигается в путь. Для спасательной операции здесь есть все необходимое. Я даже здесь сейчас не тянусь с датчиком. Потому что в случае чего, какие-то будут сейчас проблемы на маршруте, я сразу побежал. Подготовлены носилки, подготовлен лопаток, подготовлен рюкзак. И сформировать группу малых. Для оказания помощи в патруль. Патруль, горный патруль. На связи. Рудокол Егор, плюс один. Идем на мясные поля. Принято Егор. Ну, надеюсь, холодно надо. Там еще ветерок тянет. Да, еще тепленько. Новичкам на Мамай раздают специальные памятки. Их сделали на средство гранта. В каждом гайдбуке все трассы и маршруты Мамая. Опасные зоны, рекомендации по линиям спуска и подъема. Он удобно помещается в кармане. И, конечно, в нем есть все необходимое для начинающего туриста. Рекомендации к одежде, комментарии. То есть, простой турист, он может, естественно, поморозиться. Ну, не знаю, там, ну, скорее всего, это чаще всего происходит. Дальше. Он обязательно, ну, как бы, должен быть не одинок. То есть, он должен быть в группе какой-то. Именно поэтому с дороги туристам советуют не сходить. Глубина снега до полутора метров иногда не позволяет выбраться самостоятельно. Особым образом советуют и передвигаться по тропам. Если слышите снегоход, лучше сдвинуться левее, а иначе можно нарваться на негатив. Эти горячие наездники нередко доставляют спасателям хлопот. Горный снегоходинг – экстремальное развлечение и достаточно дорогое. Стоимость такого коня – около трех миллионов рублей. Есть машины и подороже. Экипировка на каждом приблизительно около 200-300 тысяч. Катаемся, кайфуем. Круто, драйв, адреналин. Тут чистота, очень-очень красиво, эстетично. Влюбились в горы, начали ездить каждые выходные сюда зимой. То есть, ну и на протяжении пяти месяцев стараемся. Иногда два раза в неделю катаемся. Прям затянуло. Свобода, достижение до гор можно быстро очень добраться. Ну здесь как в сказке, все пушисто. Здесь тепло, воздух другой. Я, если честно, думал, что один-два есть мегафода. А тут прям реально натуральная туристическая база. Почти, ну, конечно, не со всей инфраструктуры, но очень многое для этого сделано. Вот, смотрите, ребята сзади едут. Свой путь в горы большинство начинают с этого пункта обогрева. Кунг здесь установили 20 лет назад. Это кузов ЗИЛА. Сначала он служил зимовьем, теперь арт-объект, в котором можно обогреться и отдохнуть. А мы по горам ходим, каждый день. По горам? Здесь Бурятская Слобода, это Сергей Климов и Оксана, Байкальский экстрим. Там у них есть изба штабная, наша любимая. Есть банька, где заныриваешь по Таюное озеро. О, это вообще, это шикардос, это супер. Пока кто-то катается и отдыхает на Мамайе, другие вообще тут работают. Хоть привезли бы что-нибудь оттуда. Пока завязь меня полностью не одалило, коротко расскажу о новостях спорта и физической культуры. Начнем с того, что экоактивисты теперь смогут спать спокойно. Фестиваль Байкальской мили не пройдет в следующем году на Байкале. Вроде бы это победа людей, кто придерживается экофрендли. Но причина в другом. Организаторы просто не нашли спонсоров, как сообщил глава республики. Хотя команда организаторов пока официально об отмене не заявляла. Зато никакие спонсоры не нужны детваре. В Уан-Удэ прошел дворовый турнир по хоккею с мячом. В соревнованиях приняли участие шесть команд. Игры проходили на стадионе «Кристалл» в микрорайоне «Стеклозавод». Которые регулярно занимаются спортом. Не обязательно там какими-то видами хоккей. Просто подвижные игры, дворовые игры. Много игр всяких. Даже просто в снежки играют. Эти дети более устойчивы к вирусам. Вот те ребята, которые занимались регулярно, они все в строю. Те, которые пропускали занятия, они, как правило, находятся сейчас дома в постели. Турниры по различным видам спорта среди дворовых команд проходят круглый год. Школьники играют в футбол, баскетбол, волейбол, шашки и шахматы. Осваивают и национальные виды спорта, такие как шага на дом. Пока кто-то прячется от аномальных морозов дома, другие выиграют всероссийские соревнования. 11 медалей Кубка Содружества привезла домой сборная Бурятия по тайскому боксу. Соревнование собрало более 800 спортсменов из 48 регионов страны. Грады достались и другим спортсменам, и тренерам. Министерство спорта и молодежной политики отметило свой вековой юбилей. Чиновники подвели некие итоги. За последние годы в Бурятии возвели более 70 спортивных объектов, где работают 49 заслуженных тренеров нашей страны. Очень активно развиваются, регистрируются новые федерации, возрождаются новые старые виды спорта, которые, безусловно, увлекают все большее количество наших жителей в правильное проведение досуга. Потому что спорт и физкультура – это, прежде всего, досуг. И от того, каким образом решит человек проводить свой досуг, зависит, конечно, развитие в целом и здоровье нашего общества в целом. Еще немного цифр. Более 80 тысяч жителей Бурятии получили знаки отличия ГТО. Это количество за последние 5 лет. Как раз-таки 5 лет назад республика занимала 84-е место в рейтинге среди субъектов страны. А сейчас мы на 17-й строчке. Занимайтесь спортом и помните, победит не тот, кто сильнее, а тот, кто готов идти до конца. Вообще признаками лавиноопасного рельефа считается отсутствие деревьев. Но это не всегда. Некоторые лавины сходят с периодичностью раз в 100 лет. Горный район всего Южного Прибайкаля традиционно лавиноопасен. Не исключение и мамай. Именно поэтому спасатели регулярно определяют риски схода снега. После обследования местности рисуют карту особо опасных мест. Пока Кристина катается на сноуборде, мы тут решили найти шурф. Это слой, из-за снега, из-за которого происходит сход лавины. Так, мы нашли его. Еще и еще. Работает. Вон там я копал, вон там копал. В разных местах, разных экспозиций выкапывается вот такая вот яма земли. Замеряется глубина снежного покрова. Вот здесь вот в данный момент 115 сантиметров. Вот здесь вот уже слабый слой какой-то обнаружен. Он упирается, там еще сверху ледяная корочка. Все это сверху по этой ледяной корочке не сверит. В прошлом году в этом месте лавина сходила три раза. Под снег попадали люди. Спасатели говорят, бывают и погибшие. Чаще это бесстрашные экстремалы. Так просто взять и пробить щупом место, где сошла лавина, это очень сложно. Приходится силой ее пробивать. Тело же, сами понимаете, оно немножко мягковатое по сравнению с камнем, по сравнению с деревом, по сравнению с веткой. То есть мы прощупываем. Мы знаем глубину снега, допустим, метр двадцать. Человек лежит там или камень. Мы ставим флажки и дальше идем. И продолжаем зондирование. Там, где люди, появляются флажки. Почти сразу следующая группа приступает к раскопкам. Тут дорога каждая секунда. Нередко выйти на пострадавшего. Помогают и специальные датчики. Данные считывают информационные щиты. Сегодня зарегистрировалось три группы, куда ушло. Вчера там восемь групп ходило. Как он работает? У каждого из участников есть лавинный датчик для себя. Он в тепле, под верхним слоем одежды находится. И они уже со снаряжением, с рюкзаком, со всеми необходимыми тормозами, аптечками и так далее. Они подходят на лыжах. Главная дистанция должна быть примерно метров десять, чтобы сигнал четкий был. И они проверяют работоспособность своего датчика. Вот смотрите, идите сюда. Вот сейчас в данный момент горит красный кресло. Это значит, ну или у меня, или у вас нет лавинного датчика, он не включен на прием. Немного как бы лавиноопасных мест. У нас есть в любом случае команда всегда. Есть голова на плечах. То есть мы как бы уже с опытом знаем, читаем места, где можно, ну где как бы вероятность меньше, где вероятность больше. На сто процентов никто не может предсказать. У каждого есть лавинное снаряжение на случай схода снега и все необходимое, чтобы выжить. Специалисты считают, что новичкам тут не место. Однако я упускать такую возможность не стала. Под присмотром опытного спортсмена и спасателя в одном лице отправилась на ближайший склон. Имея полдня свободных и здоровья, можно спокойно подняться на гору и спуститься один раз. Получить кучу эмоций, зарядиться. Мы же туда не полезем, да, вот на ту... Мы же не туда пойдем, да? Пойдем туда, но не до конца. Не до конца? Здесь так глубоко. Блин. То есть если я легкая, мне можно вот так идти, да? А я не проваливаюсь. То есть если ты катаешься в Байкальске, за тебя все придумали и решили, ты едешь по трассе. Тут ты свой трассу выкладываешь сам. И не зная рельефа, можно неудачно скатиться. Глубина здесь бешеная. Сашка, тебе повезло, что ты не пошел. Неужели отсюда можно скатиться? Я думаю, что для первого раза вполне достаточно. Всю классическую свою стойку нужно сместить немного назад. Сейчас разгонит быстро. Быстро разгонит. Да. Будь готова. Чуть-чуть совсем не получился. Как это классно. Блин, мне теперь еще хочется. Ну без этого никак. Здесь, мне кажется, я влюбилась в этот новый формат своего города. И я вообще реально всем советую пробовать это новое. Это очень сложно, тяжело. Я устала, но настолько это классно. Здесь специфика своя. Все намного сложнее, тяжелее, труднее. Но, имея базу основную, имея снаряжение, имея гида, имея знания по безопасности, которых, если нет, гид вам осветит, расскажет все. Можно кататься и здесь, на Мамайе. Катание пришлось прервать из-за происшествия. У коллег люди не пострадали. В горы упал коптер. На помощь пришел спасатель горного патруля. Два часа без снегоступов. Максим бороздил окрестности. Но пострадавшего все же нашел. Я считаю, миссия выполнена. Что-то было в этом дроне человеческое. Поэтому я и пошел за ним. Может быть, этот писк. У него явно сотрясение. Сотрясение. На удивление, да. Он был сильно запутан. Прям камера между сочков. В данном случае хэппи-энд, но так бывает не всегда. Мамай не прощает ошибок, но привлекает своим гостеприимством. Это единственное место в Бурятии, где кататься можно с октября по май. Возможно, поэтому на эту территорию большие планы. Здесь хотят сделать парковую зону и организовать один единственный платный вход. Все деньги пойдут на благоустройство местности. Да и контролировать потоки туристов и спортсменов тогда будет проще. Вот я считаю, рыжая девочка и зеленый мальчик все-таки покорили эту гору. Да ничего мы не покорили, но не хватает дня на Мамай, чтобы исследовать все. Мы 5% не увидели. Но путешествие точно было экстремальным. А еще она была очень веселым, незабываемым и крутым. И опасным, опасным. Да, это да. Прямо опасным. И поэтому, если вы приезжаете на Мамай, делайте это с очень опытными людьми. И, конечно же, приезжайте отдыхать на Мамай. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова